Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И в этом коротком видео я хотел бы поделиться такого рода откровениями, как Бог иногда в виде пазелей говорит с человеком и что-то ему объясняет. И тема этого видео будет отношение к животным и внутренний мир человека. И каждый человек, начиная с детства, он проходит определенные стадии не только духовного и физического развития, но и взаимоотношений, столкновений. Это отношения с природой, это отношения с животными, отношения с разными людьми, с самим собой, с врагом, с Богом. И примерно 4 дня назад я увидел ситуацию, при которой молодая мама с двумя дочерями вышли из школы и рядом были две собачки, добрые, спокойные, виляющие хвостиком. Девочки вдруг испугались их, сжались, а мама стала прогонять этих собак. И я подошел в это время, оказавшись рядом, и говорю этой женщине, не бойтесь, собак, видно, что это добрые собаки, они не причинят вам зла. И когда я произнес эти слова, молодая мама сделала мне замечание в такой форме. Не читайте лекции моим девочкам и детям. Две недели назад их дважды укусили собаки. Мне нечего было возразить и сказать. Я просто сказал ей, чтобы она не обижалась и не сердилась на меня за эти слова и ушел. И вот сегодня я вижу такую ситуацию около моего дома. Есть магазин, и школьники после дня выборов не учатся. У них выходной, точнее выходной учителей, а школы из-за этого не работают. И поэтому дети подошли к магазину и пытались там что-то купить, приобрести. И один из этих школьников увидел двух котиков и ногой стал их бить. Я не сдержался. И на повышенных тонах, не прикасаясь, конечно, к этому ребенку, мальчику было, может быть, 10 лет, я его начал воспитывать такими словами. Что тебе плохого сделали эти котики? Они на тебя напали. Что ты на них измываешься и бьешь их ногами? А потом в твою жизнь приходят болезни, проблемы, и ты не понимаешь, из-за чего это. И вы знаете, он хлопал глазами, ничего не понимая. Или делая вид, что он ничего не понимает. И мы разошлись. И Бог в мое сердце как бы вложил два пазоля. Тот с собаками, где мама со страхом защищала своих дочерей от этих дворняжек. И этот мальчик, который ногами бил котов. И Бог как бы проговорил мне, посмотри, когда отец на работе, обиженный низкой оплатой, издевательствами со стороны своих коллег, или чаще всего начальства, приходит домой и начинает вымещать на своей жене и детях свое плохое настроение, свою неудачную жизнь, так скажем. И он не прав. И здесь не виноваты его дети, его жена. Так и эта мама, которая пыталась защитить дочерей, но собаки те, которые покусали ее дочерей, они были обижены другими мальчиками, другими детьми, которые бросали в них камни, которые били их палками. И собаки это запомнили. И они затаились и ждали. Не тех сильных, которые их обидели, прогнали, а более слабых, чтобы отомстить им. И так работает тоже и духовный мир. Духовный мир тоже так работает. Иногда не напрямую, но опосредованно влияя на человека. Человек, когда занимается, скажем так, криминальным направлением мышления или действия, а потом этот криминал приходит в более сильной форме к нему самому. И в 90-х годах многие люди в этих сражениях криминального мира между криминальным миром воров в законе и спортсменов, это была действительно криминальная революция, а не какая-то там перестройка. И когда люди что-то не понимают, то хорошо бы, если бы они рассуждали, что посеешь, что пожнешь, а также причинно-следственная связь, она есть везде и во всем. Просуждайте вы об этом, и я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.